приветствую всех на канале я наталья и сегодня снова урок болталка я работаю показываю процесс работы вы смотрите и учитесь сегодня я буду делать бантики один у меня уже сделан чтобы украсить павлина затем не будут приклеить еще другие бантики и конечно покажу как же выглядит павлин сзади здесь я использую шаблон 9 сантиметров и мне надо сделать бантик для павлина чтобы украсить лента у меня два с половиной сантиметра я обкручиваю вот так три раза вокруг шаблона закалываю чтобы не было удобнее работать и подшиваю на канале есть видео отдельно где я показываю бантики на шаблоне здесь главное прошить правильно вот чтобы у нас в середине здесь был стежок сверху и все вот эти соединения лент тоже были перехвачены как бы стежком сверху чтобы они не торчали в этом случае получится красивые складочки так я включила пистолет чтобы мне нагрелся чтобы я могла приклеить бантик павлину и как я уже сказала самый такой вопрос как же выглядит павлин сзади вот как раз покажу я прошила снимаю так уберу на улице с шаблона и затягиваю что у меня тут не мешало отодвину все вот такие ногтями собираю придерживаю два раза оборачиваю бантик поправляю и делаю закрепку можно одну закрепку здесь вполне хватает так как бантик мы все равно будем перекрывать так иголочку убираю и так как бантик у меня будет приклеиваться сзади я не буду делать с этой стороны стык а буду вот с этой стороны так как он будет приклеиваться и чтобы сзади у нас было чисто так мне нужно тонкая лента можно использовать вот ведь я здесь вообще 3 миллиметра использую какая у меня была в наличии такую я и использую иногда мне задают вопрос и прямо точно точно хотят знать ширину лента здесь не обязательно выбирать там 0 5 или если есть один сантиметр можно ее согнуть пополам и получится 0 5 сейчас под руки мне попалась именно вот это лента 0 3 бантики у меня готовым так сейчас пистолет нагреется я пока примерю бантик павлину вот примерно вот так будет выглядеть и сразу подрежу края и конечно надо обжечь так где моя зажигалка вот она в другом конце стала 6 секунду секунду оказалось другом конце стала сразу обрабатываю края так и покажу с какой стороны делать вешалку для павлина как одевать чтобы чтобы вешалка правильно у нас легла сейчас второй край конечно потом если мы хотим можно убрать эту длину бантиков можно ее сделать покороче и сейчас показываю у меня здесь 22 сантиметра я взяла по длине и так как у меня будет перетягиваться так пинцет вот тут и одеваю эту вешалку с задней стороны вот так задней стороны на переднюю и завязываю узелок 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 вот утягиваю его хорошенечко даже можно его и прижечь на всякий случай что я делаю дальше выправляю так слежу за тем чтобы вот здесь было ровно ответе перекрутилась у меня уже не получится ровная петелька поэтому вот я выправляю все вот таком состоянии вот ровная петля придерживаю вот так чтобы ровно было проливаю пинцет через отверстие через ленту и вот в таком положении я утягиваю так и здесь главное равномерно все утянуть что вот эта петелька вот этот узелок у нас остался сзади я его придерживаю и затягиваю и вот с этой стороны все чисто а вот этот узелок мы сейчас спрячем вот сюда и вот с этой стороны у нас получается чисто здесь мы приклеим стратину и все будет идеально я примеряю бантик вот мне надо чтобы у меня самую такую некрасивую часть сзади все это было закрыто примеряю смотрю где мне надо нанести клей вот с этой стороны получается больше я нанесу клей приклею и постепенно затем буду смотреть может мне еще где-то надо клей вот я приклеиваю именно вот в таком положении не переворачиваю мне нужно нужно видеть лицевую сторону и вот здесь вот прижимаем даю закрепиться для начала и затем буду бантик по чуть-чуть отодвигать и смотреть как же он у меня ложится и где приклеен где нет так вот вы видите здесь не приклеена вот надо нанести клея так чтобы мне было видно вам вот нанесу клей и нижнюю часть лента подклеиваю верхний она не подклеится так как через ленту клей не просачивается вот здесь ничего у меня не подклеена я нанесу клей но вот эти вот места где у меня там проволока была и подклеиваю ленту и вот вы видите тем самым мы закрыли места где у нас была проволока вот здесь не подклеена поэтому я также отодвигаю наношу клей и подклеиваю бантик также я тут подклеиваю где ножки ножки я подклеиваю на нашу клей вот тут снизу чтобы у меня его не было видно вот таким образом я вижу что этот край мне чуть-чуть длинноват поэтому я чуть-чуть его еще подрежу и конечно все надо обработать огнем вот у меня все обработано здесь у меня подклеена вот здесь еще вот чуть чуть-чуть надо подклеиваю вот эта верхняя лента она тоже не болталась конечно все потом надо будет почистить ну и что теперь смотрим что же у нас получилось сзади вот вы видите чистота и порядок скажем нигде ничего не видно все у нас чисто вот такой павлин получается у меня тут на очереди еще игрушки 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 каждый день какие-то новые заказом я очень рада этому вот еду отъезда в испанию хочу как бы успеть много сделать для тех кто заказ делать заказами из европы наверное немногие знают что сейчас на все посылки из америки в европу ввели таможенную к таможенной декларацию растаможку и человеку при получении надо еще примерно уплатить где-то 30 процентов от посылки от содержимого посылки вот и поэтому я сейчас делаю для тех кто у меня заказал из европы заберу в испанию и уже из испании буду отправлять там без налога иначе получается заказ для европейцев на 30 процентов дороже поэтому вот я сейчас целыми днями работаю многие конечно удивляются что я сейчас летом делаю елочные игрушки но вот как бы в прошлом году многим пришлось отказать не было времени вот так что в этом году уже готовятся заранее так вот я напоминаю что определяю я где у меня лицевая сторона вот тут у меня склеена цепочка стразовое полотно именно по тому на какой стороне вешалка я в процессе работы всегда сразу переворачиваю чтобы потом не искать не забываем павлинчиком приклеить вот сюда стразина вот у меня есть такой микс и самые большие которые в нем есть я их приклею так чтобы не было удобно хватать сразу их вот так переверну и когда у меня все подсохло я наношу клей наношу достаточно много чтобы вот это отверстие заполнилась и чтобы у меня как бы страз хорошо приклеился не сразу приклеиваю даже чуть-чуть в ожидаю время как я говорю чтобы всегда клей появилась пленочка тогда все приклеится и все будет идеально держаться так снова высыпаю страза вот я пользуюсь бумажкой чтобы руками не собирать их и затем вот обратно в пакетик ну чтож павлинчики вот такие у меня получились красота и пока их откладывают так один даже отсюда уберу следующий у меня еще вот будет такая или грань уже многие видели как я приклеиваю филигрань но все равно еще раз покажу поправляю все выгибаю пальчик подсовываю вот так примеряю конечно каждый раз и чуть-чуть вот здесь если моя филигрань идеально садится то я могу ее приклеивать беру клей сначала размазываю чуть-чуть чтобы появилась пленочка я уже много раз показываю как это делать не сразу клей наношу иначе он просто протечет через отверстие в филигране можно даже подуть чуть-чуть и вот теперь я уже наношу побольше клея стараемся на края не наносить чтобы случайно клей у нас не вылез и не испачкал нам игрушку и теперь укладываю так все у меня посередине все ровненько и закалываю чтобы было сопротивление хорошо все приклеилось и даже вот сюда повыше да вот хорошо держится и даю закрепиться следующее теперь у меня идет вот этом филигрань она у меня будет такой волной выгнутой поэтому я уже вот у меня уже практически все идеально получается без многочисленных примирений да вот все все подклеивается вот таким образом также наношу клей здесь я клей больше наношу на центральную часть вот сюда не по краям потому что края у нас все равно не прилегают к игрушке поэтому вот именно на вот эту центральную часть я и наношу клей здесь она можно сказать полая поэтому я сразу нанесла клей не растягивала так ли и закрываю можно подуть берем игрушку так смотрим чтобы у нас все было посередине так вот все у меня чуть-чуть вот так все у меня ровно и теперь можно подколоть это филигрань подкалываем и сверху и снизу так вот создаю сопротивление чтобы все держалось и отправляю сушиться и подшиваю уже тоже не раз показывала как подшиваю мне надо спрятать узелок вот я сейчас отодвину бантик мне тут мешает заколю его наверно даже вот так вот и через филигрань пройду вот с этой стороны чтобы спрятать узелок вот прямо из-под низу прохожу и выхожу где-то вот вот сюда так с первого раза не получается вот и по краям стараюсь не шить так как у меня будет декор там и чтобы не получилось так что у меня торчат нитки так сейчас прижму и узелок тело зацепился за край так 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 ну вот как всегда вот все цепила все узелок спрятан вот там под филигранью через филигрань прохожу назад не через ткань а просто через филигрань и снова из-под низа вот куда-нибудь здесь постоянно упирается иголка филигрань но вот надо найти выход через отверстие и мне не до конца филигрань приклеилась но мне уже хочется работать дальше так снова за край зацепилась ниточка все вот два-три раза хватает вполне зацепить с одной стороны это вот снизу и затем сверху так уберу сейчас все пока мне не надо уже и теперь увожу иголочку наверх куда-то повыше чтобы закрепить некоторые говорят что пришить это раз два филигрань но как вы видите не совсем так вот тут приходится несколько раз может быть у кого-то получается быстрее не знаю но у меня вот так вот как девушка сказала у меня что у нее занимает три минуты пришить все филиграни но не знаю если мне кто-то покажет этот способ я буду очень рада потому что трачу уйму времени на вот это пришивание филиграни но пришивать их надо обязательно ну вот так продолжаю пришивать свою филигрань дальше ну вот на 2 филиграни также я прячу узелок выхожу через филигрань иголочкой мне надо закрепить наверху и внизу обязательно у меня уже моя иголка вся такая помятая кривая главное ленту тоже не зацепить тут и иголки и все цепляется но надо именно пролезать вот так искать эти между тоже по краям не надо пришивать иначе если у вас не будет там страст то все это будет видно и теперь отсюда сверху я иголочкой вниз так прохожу ниже чтобы прошить закрепить вот тут вот я вышла тут прохожу через филигрань так иголочки мешаются уберу их и снова из-под низа вот так через филигрань выхожу не получается вот видите она иголочка упирается прямо филигрань край филигрань а давайте на середину выйти тут все равно главное закрепить и продолжаю и мы теперь у меня подборка страз которые мне могут понадобятся я заранее подготавливаю чтобы они у меня были под рукой потом не искать на это тоже уходит время когда я делаю много игрушек сразу то я сразу подсчитываю количество страз и вот как бы их использую вот у меня здесь очень много таких вот мелких всяких страз они мне тоже могут понадобиться поэтому я их подготовлю пускай они у меня будут я часто показываю разные раскладки можете видеть у меня на канале там много интересного сейчас вот работаю чтобы мне не было скучно вот выхожу частенько в эфир выхожу многие заметили что я стала больше по ночам работать как говорится я поздно ложусь и поздно встаю все раньше было наоборот то сейчас вот так немного переориентировалась и подготовлю все материалы нанесу подложку как я говорю чтобы не просочился клей я вот так и вот размазываю сначала по филиграни посередине и оставляю немного подсохнуть сделаю сразу и на 2 заготовки размазываю чтобы образовалась пленочка буду на это сначала вот эту обрабатывать очень удобно работать когда несколько штук сразу все одинаковые и тогда все проходит намного быстрее большой страх сразу как я уже показывала предыдущем видео края вниз а середина у нас поднимется наверх вот теперь я беру аппликатор сейчас мне уже надо точечно наносить клей поэтому беру аппликатор с ним намного удобнее работать так сразу у меня одинаковые с одной стороны и с другой стороны так и конечно все выравниваем чуть ниже я приклеил каплевидное я наношу клей и на филигрань и на стеночки чтобы страза между собой тоже склеились так здесь можно можно вот этим углом вовнутрь можно наоборот я сделаю вовнутрь чтобы у меня было больше площади как бы закрыта чтобы ничего не просвечивалась вот так получается идеально и сюда я приклею вот свои любимые каплевидные страза хотя можно и маленькие вот такие у есть да наверное их и приклеят точно вот с одной стороны ведь я думаю одно в процессе работы всегда что-то меняется так что-то не с удобной стороны схватила так и еще одну маленькую так это беленький вот и желтенький конечно же все выравниваем чтобы у нас все было идеально ровненько и продолжаем декорировать вот таким образом наношу клей тут размазываю и подклеиваю таким же говорила любимые стразики которые можно приклеить везде они маленькие удобную вот такая красота получается мы как бы создаем стеночку заборчик для вот этого большом для большой стройте на с одной стороны и с другой стороны и вот такая красота у нас получается нанесла второй слой клея и и теперь подклеиваю вот сюда большую стройте ну и вот эту стройте на вот и пока мне там все подклеивается я сюда приклею нанесу клей вот эту маленькую боковинки сразу можно обработать вот этих каплевидные так как они прямо сюда садятся поэтому их можно сразу сюда вот прямо вот в это отверстие идеально сюда садятся все поддвигаем и все поправляем я игрушку наклонила больше назад чтобы подклеить вот сюда страз то что если я оставлю в положении ну просто вот так то это это стразе на будет у меня сползать пока она закрепиться я именно вот там держу заготовку и на пустые места я вот сюда вот добавлю страза я уже заранее их примеряю и между ними я добавлю маленькие каплевидные чтобы заполнить пустоту с одной стороны и с другой стороны в работе я использую и пинцет и карандаш поэтому я все время то одно хватаю то другое вот и у нас все заполняется сюда же я такие же стразы приклею чтобы заборчик и заборчик получился чтобы придерживала нашу большую стразину и теперь заполняем вверх надо подточить карандаш чтобы четко у меня он не сразу хватает страза и вот что у нас получается и так же я поступаю снизу сначала приклеиваю дайте сразу и между подклеиваю вот эти уголком вовнутрь чтобы заполнить пустоту и со второй стороны и все пододвигаю и теперь оформляем вниз тоже берем стразе на и подклеиваю ровненько не хочет становиться также я вот сюда приклею чтобы не было пустых мест уголкова внутрь и еще вот сюда по одной стразе не и у нас будет полностью закончен узор уголок прямо под стразе ну и вот получается все ровно и красиво и также многие меня спрашивают как отходит вот этот клей но я просто беру его вот как бы можно и помыть он хорошо отходит и или вот так вот поэтому клей от пальцев очень хорошо отходит сегодня мы с вами сделали закончили декор павлинов и сделали две заготовки они на заказ поэтому я их дополнила спасибо всем кто ко мне присоединился кто со мной сегодня был очень приятно и до скорой встречи на канале встретимся мы совсем скоро всем спокойной ночи кому-то доброго утром ну а я пошла спать пока пока